Своевременное заседание. Городские депутаты сегодня обсудили правила уборки снега этой зимой. В мэрии состоялось совещание, на которое позвали заместителя главы Екатеринбурга Евгения Липовича. Ему пришлось буквально на пальцах объяснять особенности регламента по уборке осадков. В частности, членов комиссии интересовал достаточно избитый вопрос, почему на газоны складируют снег. А почему он там не должен складироваться? То есть это нормально? Это вполне нормально. Единственное, мы еще раз говорим, то есть снег, складируемый с тротуаров или задвинутый с улично-дорожной, то есть с дороги, он должен быть до весны вывезен. Члены комиссии Гордумы также интересовались, кто же должен убирать территорию перед магазинами и сколько техники на страже городской чистоты. Между тем, коммунальщики начали готовиться к весне и уборке грязи. Сегодня они испытывали новую технику – итальянскую подметально-уборочную машину. Она будет одновременно счищать грязь с тротуара и проезжей части. У машины имеется собственная емкость для пыли и компактный пылесос для очистки в труднодоступных местах. В России всего два универсальных аппарата – в Санкт-Петербурге и столице Урала. Отдать за машину пришлось порядка 9 миллионов рублей. Помощь городу в уборке готовы оказать и областные чиновники. Губернатор пообещал финансовую поддержку Екатеринбургу. От администрации требовалось лишь соответствующее заявление. Однако оно до сих пор не поступило. Чтобы быстрее решить проблему с уборкой, Министерство транспорта уже направило свой запрос в мэрию. Чтобы нам администрация предоставила информацию о необходимости и потребности материально-технических, людских ресурсов, техники для более качественной уборки уличной дорожной сети города Екатеринбурга. Продолжение следует...